так ребят всем еще раз привет сегодня для меня тоже новый формат будет я еще не видно не показывал эту технику данным часто с нею работаю довольно популярная вещь и сегодня прям будем я бы сказал досконально каждую атаку из каждой позиции этого гарда если кто не знаю до название кей-гард не путайте первую букву то может кто-то не понять выходить в этот гард можно из закрытого гарда из открытого гарда когда человек стоит на ногах когда человек сидит на коленях но сегодня разберем прям досконально каждую ситуацию да смотрите а для начала до что все понимали как выглядит кей-гард то есть здесь наша задача моё колено вот правое да просунуть под его бедро это не самое привычное положение для моего колена вот но сегодня вот будем учиться вот так разворачивать ногу да соответственно чтобы нам ее туда просунуть нам надо создать пространство между его бедром и между его икрой как мы это делаем смотрите у многих ошибка когда мы выводим человека из равновесия в закрытом гарде мы его выводим на себя да и дальше для того чтобы нам вкрутиться я смотрите предлагаю как бы начать движение на себя да но чуть-чуть дать импульс в левую сторону то есть вот видите и ногами я как бы до конца тоже его сопровождаю у нас есть базовое движение вот это тазом да когда мы пытаемся осанку сломать теперь мы ломаем осанку ногами вводим влево и помогаем отворотом отвернуть его от нашей линии атаки вот здесь далее видите у него нога приподнимается в эту же секунду я цепляю рукой под колено да и теперь моя задача просто развернуть таз сторону с помощью креветки вот сюда видите то есть я развернулся и теперь моя колено мое колено заходит под его ногу и вот я прихожу вот такое положение да то есть вот моя нога под ним вот сейчас для начала просто первые по пять минут буквально отработаем именно выход в это положение то есть раз два три левую ногу я прижимаю к его груди руку держу да потому что если я нам начну переключаться у человека будет опция вернуться вот сюда ко мне да мне это не нужно я вот здесь отдавлю прям да если там но в борьбе понятно бывает такое что там захват сорвался вот просто выставили не даем ему на нас воды и вот колено вот сюда и держим под ногу и здесь атаки то есть вот наше положение еще раз держу отворот на себя и в сторону вот он выставил ногу креветка колено зашло то есть а как для себя обозначить конец движения моей ноги то есть если вот вы стопой можете зацепить крючок то есть вот дальше уже не идет нога потому что стопа мешает вот соответственно здесь зацепили и все вот здесь вы вышли в кей гард давайте сейчас по 5 минут просто выходы а дальше уже атаки рассмотрим 1 2 3 а у вас же не хлопают я забыл так давайте закрепим что мы сейчас сделали на выход в кей гард соответственно смотрите в принципе да не важно как вы вывести его из равновесия да опять же здесь мы акцентирую внимание на то что вот многие сейчас сделали вот так просто заходили а вот здесь рукой дотягивали ну ребят есть там люди сильными ногами когда когда вы их выводить вот давите застревает вот здесь поэтому ваша задача вот сюда видите он вышагнул раз здесь либо так вот видите просто здесь как бы работа локтя идет та которая вам нужна здесь просто мы давим да а здесь мы еще можем отталкивать и вот мы заходим вот здесь и теперь смотрите отсюда вот мы вышли в кей гард отсюда вам доступны все три классических болевой 2 2 болевых один удушающий из закрытого гарда да это у нас рычаг это треугольник этого моплата но это просто три базовых именно болевых удушающих соответственно начнем с треугольника здесь особо много ничего придумывать не надо мы просто левую ногу вытаскиваем выпрямляем и выстреливаем еще раз вот мы вышли в кей здесь отдавливаем мы левую ногу выпрямляем и заметьте я вот здесь когда делаю мах я таз меняю вот ведь здесь потому что ну треугольник как бы вот у нас отсюда завершается вы не на прямой спине мы всегда стараемся увести себя в сторону мы вышли в кей здесь левая нога видите я за счет ног меняю и затягиваю треугольник далее ну то есть это как бы я почему сейчас все три покажу они в принципе не то что один из другого выходит но это просто разбирать как отдельные выходы по именно по 5 минут по технике это бессмысленно потому что это довольно просто тем более из такого положения где у нас вот треугольник ну уже как бы нам ничего не надо делать отсюда соответственно дальше у нас идет мы делаем омоплату то есть омоплату то же самое у нас вот рука мы держим вот мы отсюда перехватываем захват и теперь у нас стреляет правая нога вот сюда да если мы хотим ну я уже много раз где говорил что я не верю в болевой как в умоплату не верю в умоплату как в болевой я больше в это верю в переворот соответственно у нас чтобы сделать переворот мы делаем прям сильный мах правой ногой как удар можно даже сказать раз и вниз вот сюда и переворачиваем еще раз вот мы в кей вышли правая нога стреляет вверх с помощью руки доворачиваюсь раз вот сюда и вместе с ним сажусь то обратите внимание что я не делаю вот так и не остаюсь лежа то есть я отсюда делаю раз вместе с ним вместе с ним да здесь напоминаю коричневым поясам можно да как встаем с омоплаты мы не делаем ущемление бицепса мы убираем руку встаем сайт контроль травмировать не надо друг друга и соответственно по-любому сейчас у кого-то в голове вопрос да и про треугольник и про омоплату а что будет если наш соперник схватит мою ногу и я не смогу ей мах сделать не смогу на треугольник закрыть все очень просто мы держали да вот у нас кей гард мы отсюда перехватываем руку нашу вот забираем теперь я просто левой ногой выбиваю захват и захожу на рычаг локтя да если он прихватывает ногу соответственно вопрос следующий а что если он возьмет мою ногу и я не дотянусь до захвата здесь опять же все очень просто вот здесь мы не дотягиваем сюда он там оттягивает ну мы ее притягиваем к себе забираем и выбиваем опять же здесь не надо выбивать захватом как бы такими рывками да там пытаться здесь просто пнули ногой вот ну ни один какой захват сильнее был никто не удержит здесь мы держим вот пинаем подними ногу вот и здесь соответственно мы локоть не теряем его выносим вот сюда и теперь опять же мах ногами делаем выходим на рычаг еще раз все три в закрытом гарде забрали отворот ногами подтягиваем к себе и в сторону вот сюда креветку кей зашли отдавливаем дальше руку забрали вот отсюда левую ногу всегда вставляем между вами то есть не убираем и никуда левую ногу выпрямили таз развернули выстрелили треугольник правую ногу выстрелили и толкнули вперед вышли на умоплату перевернули да если кому-то кто кому-то нравится болевая умоплата пожалуйста там сели раз развернули сделали болевой но это уже не на моем семинаре поэтому отсюда на треугольник запоминаем левая нога умоплата правая нога и дальше наш соперник забирает нашу ногу у нас не получается ни треугольник пробить не выйти в умоплата у нас растягивает мы левую руку отпускаем забираем за рукав выстреливаем не забываем что колено у нас должно выше локтя идти в трицепс да потому что бы у нас рычаг пошел и мы делаем мах куда делаем рычаг давайте сейчас пять минут один номер работает все три болевых поехали так давайте еще раз закрепим у меня вот больше то есть по рычагу вообще как все идеально да как бы ну и там легко его по сути делать вопросы вот по треугольнику ему платье смотрите мы вывесили да и шлифки вот здесь находимся да опять же вот если вы сейчас можете смотрите как бы да я не всегда начинаю с этого захват могу с этого то есть для начинающих до больше вот кто не делал никогда эту работу не вывозил выводилась соперника из равновесия лучше делать вот так да чтобы рука у нас как бы такая сопровождающая была я как бы уже примерно это движение для себя чувствую видите я его могу делать просто ногами вот сюда соответственно я здесь руку контролирую она у меня сразу под атаку то есть я вывел из равновесия вот видите и держу уже здесь ее колено выставил он не слон ко мне уже не подходит смотрите треугольник я вот движение вот такой ведь а у вас вы все пытались сейчас сделать треугольник вот отсюда вот так закрыть его видите то есть я делаю мах левой ногой от правой отталкиваюсь вот ведь то есть я без рук сейчас абсолютно не просто тазом и ногами развернулся да вот опять же вопрос был если вот мне он перекрывает просто даже ногу вот так вот я не могу сделать да опять же ничего не мешает для атаки на рычаг локтя то есть если вам вот так перекрыли ногу вот просто то есть это элементарная техника да по сути мы про нее всегда помнить то есть если мы не можем быть мы выдергиваем и закрываем тут как бы и фиксация не нужно потому что у нас локоть сразу вот поэтому разбираем такое положение когда он у нас не держит ногу вот и такой момент сейчас посмотрите вот даже если он взял ногу нашу да здесь можно его качнуть в сторону и ну на инстинкте человек скорее всего руку выставит потому что будет бояться падать здесь либо треугольник либо оплата то есть тоже такая опция есть мы его берем ногами толкаем видите он руку выставляет то что боится упасть и я теперь делаю мах и закручиваюсь вот сюда выхожу на треугольник так с этим разобрались а теперь давайте перейдем в сторону атак то есть мы сейчас атаковали как бы в эту сторону да крутились и туда толкали сейчас будем крутиться в обратную сторону да то есть здесь ну очень часто когда выходит в такой гард и все говорят блин есть желание типа на рычаг колено выйти вот сюда то есть мы прямо открываем зону да для этого и наша задача левую ногу перенести вот сюда и съесть его колено где обез не обязательно делать рычаг колено там коричневые пояса пожалуйста делаем рычаг колено не стесняемся это как бы вообще базовые базовый кейгард в ноги его всегда делают с выходом на рычаг колено то есть вот здесь я делаю мах выхожу вот сюда и здесь делаю рычаг то есть это как бы такая основная атака из кейгарда соответственно вот мы вышли вот и допустим человек прям сильно туда уходит от нас да вот так разворачивается и нам уже нас нас даже не интересует треугольник потому что ну слишком далеко тянутся зато открывается вот это вот бедро вот эта нога мы теперь делаем мах и встань на колено вот да он стоит наш моя задача видите я на плече стою вот я мост на плечо сделал вот отсюда я сделал мах ногой и на плече остался вот видите в в идеале вот так это делается то есть баланс я ловлю на плече соответственно здесь дальше своими бедрами я ловлю его бедро колено сжимаю вот здесь коричневые пояса пурпурные уже да доделываем здесь рычаг колено прогибаемся в тазу пятку выдергиваем на себя остальные что делают бедро сжимают сильно и теперь ли раскручиваюсь влево получаю два балла еще раз вышивки вот махом ноги зашли сюда вышли на бедро колено сжали вот здесь теперь беру пятку и разворачиваюсь в сторону вот сюда его ногу выпрямляю чтобы рычаг создать переворот и он переворачивается в сторону где у него нет опоры коричневые пурпурные пояса синий когда кто-либо там болевые на ноги уже на ваше усмотрение когда я выхожу махом туда я обязательно прихватываю под пятку да потому что у нас здесь не хватит рычага для того чтобы сделать колено вот смотрите я делаю мах на плечо видите я пятку хватаю бедра сжал здесь подал тазом колено идет дальше не делаю колено просто разворачиваюсь вот сюда и он падает в сторону но если у вас будет вот сейчас проверка будет как раз кто сильно сдавливает бедра кто будет их не сильно сдавливать у вас получится вот это то есть если вы сильно сдавили бедра соперник пойдет за вами вот сюда не важно что он сильно меньше меня это на всех будет работать соответственно вышли на плечо вот здесь до находимся мы плеч сдавили кто-то делает рычаг кто-то сдавил и развернул таз другую сторону и соперник полетел и встаем на него давайте заключительный раз без объяснения покажу так смотрите сейчас у многих вопросы были связаны со свипом да с рычагом колено вроде все понятно как бы мы изначально подготовили почву для него поэтому здесь он легко идет свип да нас интересует смотрите вот был сейчас случай вы должны максимально стараться левую ногу занести высоко то есть не останавливаясь да то есть вы уже зашли этого мало то есть вы прям должны на свой максимум выйти вот сюда видите вот ноги я сжал мне без разницы внутри рука снаружи его да то вид вот здесь до рукавы остается это без разницы то есть здесь я сжал бедро и я сейчас беру и раскручиваюсь вот сюда видите я даже руками не помогал просто ногами его переверну соответственно когда руки подключу еще больше полетит есть варианты смотрите как мы можем как бы бонусом да его докрутить туда здесь берем вот и под спать под пятку прихватываем видите стопа он разворачивается это как такое если у вас допустим такие тоже бывают ситуации вы вышли здесь здесь сжали бедра и он упирается и здесь не можете раз пятку схватили он уже полетел то есть это тоже пожалуйста такие варианты есть и не стремимся к этому но так тоже может получиться то есть мы вышли в кей мы зашли вот сюда и наш соперник знает что мы будем вот туда переворачивать поэтому он очень низко уходит вот я что здесь делаю я просто дальше кручусь и проваливаю его сюда если кому-то этот вариант больше нравится пожалуйста отрабатываем тогда вот так раз зашли и мы не останавливаемся мы пятку выбиваем и туда дальше такой вариант тоже есть но как бы в таких случаях соперник может ждать и отреагирует да то есть мне вот этот вариант гораздо больше нравится потому что у нас здесь во-первых возможность рычага колена причем в любой момент моего переворота он есть то есть я могу переворачивать и здесь доделывать вот здесь здесь сделать начать переворачивать здесь сделать встать здесь сделать то есть у нас всегда есть опция доделать рычаг колена но это опять же коричневый пурпурный пояса вот а принципе это вот как бы атаки когда у нас человек стоит на коленях и мы его выводим из равновесия да давайте закрепим вот мы вышли зашли в кей держим либо руку либо отворот либо руку опять же на ваше усмотрение здесь помню да треугольник вышли да просто выбили левую ногу мах сделали в треугольник зашли он оплату правую ногу выбили зашли он оплату дальше блокируют нашу ногу не можем ничего сделать мы раз на рычаг заметьте а ногами то может быть все правильно работают но в каждом из движений я делаю мост вот это движение то есть треугольник я не делаю просто вот так вот разворачиваюсь я треугольник вот раз вот сюда видите опять же когда закрываю у меня таз поднимается вот сюда омоплату я делаю раз вот таз поднимается рычаг я делаю раз и таз поднимается все время на плечах и продолжение раз здесь свип сюда рычаг колено я сейчас ну как бы тут а так честно из этой позиции миллион вы здесь можете на ногу выйти вот здесь если вы любите если вы любите сделать футлок да здесь доделать колено но просто сейчас хочется чтобы вы именно прочувствовали две движения тазом как я прокручиваюсь как я фиксирую колени фиксирую его бедро то есть это уже продолжение больше сейчас хочется именно по базовым движениям пройтись поэтому это не показываю но просто говорю чтобы вы имели ввиду что такое тоже существует сейчас давайте рассмотрим ситуацию когда у нас человек встает на ноги да в принципе нам неважно закрытый это гард открытый гард был да вот здесь мы находились в долариве мы находились просто там как-то прихватили ногу здесь сидим суть та же самая подкрутились ногу вставили вот сюда и здесь уже так как это открытый гард пространство много я вот здесь ножки как бы вместе соединяю вот руку контролирую да потому что у нас всегда есть опасность того что там футлок он может пойти делать вот сюда да соответственно руку его контролирую но суть моего движения то же самое вот крутился вот кей гард колено внутри стопа упирается в живот да потому что я в любой момент начну его отталкивать от себя чтобы он не грузил мою ногу его ногу мне на на грудь соответственно давайте сейчас разберем такой вариант вот он закрытый гард и он стал на ноги я ноги распускаю таз опускаю вниз и сразу кручусь хоп то есть у меня нет раздельного движения да вот такое у меня таз наверху я его опускаю сразу в сторону вот сюда отсюда опять же мы делаем мах выходит на рычаг колено проваливаем его туда или дальше прокручиваемся роняем его под пятку в принципе суть движения та же самая как и в работе когда человек на коленях то есть мы закрытый гард просто сделали опору рукой чтобы когда вы опустились вот видите от нее оттолкнулся чуть-чуть то есть вот я падал и раз навернулся и сразу нога вот сюда приходит здесь мах выходим вот сюда сейчас пробуем также вот этот свит то же самое здесь можно и скейт гарда выйти на ому плату и ну давайте эту технику я покажу отдельно она как бонусом следующий сейчас давайте закрытого гарда как отрабатываем вот он сидит на ногах встает на ноги встает мы опору сделали вкрутились пятку мощно фиксирую не сверху он выпьет тогда ногу пятку мощно фиксирую вот здесь прижимаем мах делаем колено разворачиваем туда прокручиваемся дальше эти два свипа и отсюда то же самое то есть сейчас больше меня интересует ваш выход в кей когда человек стоит на ногах вот это почувствуете движение вкручивания а свип и атака то же самое в принципе погнали все да а принципе да сейчас у вас всех получалось подкручиваться как мы так плавно перешли снизу вверх поэтому у всех получалось сейчас смотрите я это называю бонус техника она я вообще не могу за нее ничего гарантировать но она мне очень нравится поэтому я ее покажу смотрите мы делаем то же самое мы вышли в кей гард вот и теперь когда я делаю левой ногой мах я не захожу не вкручиваю таз в сторону колено а я вкручиваю таз в сторону вот этого пространства в сторону да я короче делаю кувырок назад но вот здесь вот самая главная фишка в том что вы держите крепко его пятку и смотрите что происходит еще раз вот я вышел в кей гард и теперь делаю кувырок назад вот сюда выхожу и стою с ногой то есть но чаще всего так происходит ну и здесь соответственно бросает но соответственно так как это опять же говорю верю не верю сильно но она мне очень нравится я пытаюсь ее делать не на всех получается здесь фишка в чем прям максимально сильно вот как вы можете туда маг сделать чтобы прям улететь туда вместе с его ногой вот отсюда и прям вот так и здесь соответственно здесь уже часто просто локоть закрываем и в сторону кладем то есть даже не обязательно подсечки там что делать просто в колен зафиксировали у него оно получается вот так выходит еще раз встает вкрутили кей здесь да допустим он там не дает там именно вкрутиться сюда да мы просто забиваем и прям максимально сильно прижав пятку туда и стали пятку контролируем в сторону два балла забираем сейчас по пять минут пробуем потом из кей гарда поборемся давайте с виду техника такая для хайлайтов из ряда фантастики да но мы просто так на нее не заходим я вот это не сказал обычно выход в этот свип происходит когда он начинает атома платы мои защищаться то есть вот я вышел в кей и он понимает что сейчас вот вот она вот она и он начинает выпрямляться и вот два то есть вот такая понял положение просто так не вкручивая если наш соперник стоит низко мы никогда не вы не выкрутимся туда потому что просто мешать он будет нам то есть мы обозначиваем оплату он раз выпрямился и мы вышли давай продолжаем сейчас общую картинку закрепим сейчас именно про детали говорить не буду а самые вот такие вот главные базовые движения еще раз обговорим чтобы у вас отложилось да и вы потом смогли отрабатывать чаще всего мы ну закрытый гард у нас чаще всего человек на ногах тем более на коленях извините тем более да ну в мастерах никто не встает на ноги да но это правильно это правильно на ноги надо вставать по-другому гард не пройти эти там мифы с коленом в задницу ставить это все не работает вот но допустим идет четвертая минута схватки вы оба устали человек сидит на коленях вот человек сидит на коленях да кто будет отрабатывать начинаем с отворота постепенно переходим на руку почему лучше наручать начинать атаку выход в кей гард с руки потому что и когда вы контролируете руку у вас сразу же может на нее пойти атака то есть условно говоря я махнул вот сюда вышел и у меня уже здесь ума плата мне не надо отсюда перехватываться сюда или я контролирую здесь я могу сразу зайти на треугольник но начинаем отрабатывать вот отсюда то есть вот мы держим и мы не просто на себя увешиваем мы вот движение делаем ему ногу выстрел то есть я сейчас поставь колено я сейчас руками ничего не делаю видите нога выходит мы сразу раз заходим под нее спокойненько креветкой вышли кей держим здесь здесь уже можем перейти на руку на помню три основных треугольник омоплата нам фиксируют ногу рычаг локтя просто так рычаг тоже не нужно искать да потому что человек не всегда будет ногу эту держать а он там будет ее выставлять допустим да чтобы не упасть и вы здесь там ну просто замучаетесь да ее искать то есть почувствовали что у нас ограничена нога в движении да вот он ее заблокировал вот мы не можем там и куда нам нужно выйти мы сразу ага вам вам здесь да и ну то есть основное движение кей гарда это мах ноги вот сюда здесь коленями сжимаем и делаем соперником что нам нужно сюда крутимся извиняюсь сюда прокрутились дальше вышли колено поставили баллы забрали то есть по сути да в качестве дрила в качестве дрила на работу пресса и таза можно вот вышли вкрутились бедра сжали вышли ножку вытащили кей зашли сжали вышли хоп кей забрали зале бедра вышли вот так наработаете выход именно с хорошей фиксации колено ну и когда человек стоит на ногах это считайте нам подарок да потому что здесь нам никуда его не надо вывешивать у нас прекрасно заходит нога мы спокойно отсюда работаем опять же да то же самое в качестве дрила вот открытый гард ножку ручку ручкой прихватили кей поднялись вышли вернулись кей таз подняли колени зафиксировали вышли вернулись открытый гард и вот так вот так нарабатываем нарабатываем и потом уже во время борьбы просто после этих наработок у вас не будет такого что вы вкрутились здесь и потом начинаете вот так вот человек проваливать и он коленом делать бэк степ и проходит гард вот сюда да проваливает то есть вот здесь бедра сжали вот сюда и здесь в принципе пока что да для водного такого выводной работы из кей гарда этого в принципе достаточно сейчас сделаем три схватки по заданию из кей гарда я буду говорить сейчас по три минуты полторы минуты один стоит на коленях полторы минуты стоит один на ногах давай погнали а м вот и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»